Всем доброго вечера, уважаемые телезрители! Мы начинаем трансляцию по киберспортивному матчу Master of the Sword, формат Light. Играет два именитых коллектива, это Вавилон и Тупло Хэре. Комментировать данный матч буду я, Марсель Спайдермен, мой напарник Рикардо Милосонжа у Е720, и за картинку отвечает Максе. Привет, Рикардо! Ну привет, Марсель! Я надеюсь, что команда нам сегодня подарит достаточно интересный кунгу, потому что у обоих коллективов это достаточно знаковая карта, у Вавилонов уж точно. И, ну, надеюсь, это будет игра в одну калитку. Я тоже на это надеюсь. Вот мне сейчас интересно, будет играть Готик на смоке или Модос? Потому что остается 40 секунд до делитов, и если будет играть Модос, то это не совсем будет грамотное решение от Вавилонов, но поживем и увидим. Мне кажется, это зависит от настроя Вавилонов на данный матч. На серьезные игры они берут Готика на смоке, на чуть менее серьезные они пробуют Модос, а Готик последний дейфер, что в целом не такое уж и плохое решение, потому что Готик играл последним дейфером несколько лет, у него есть в этом опыте, поэтому ничего плохого в этом нет. Кстати, может быть, все-таки представим состав? Давай представим, после того, как произойдут делиты, я хочу отметить, что Вавилоны сейчас занимают первую строчку, у них 22 очка, и сейчас... Нет, по-моему, у них 21 очко, и как раз-таки у дупла ХР 16 очков, первое и третье место, соответственно. Ну и делиты, давай начнем с Вавилонов, ты продолжишь с дупла. А за Вавилонов играют ГГВП, Форс, Дирихит, Ермола, Готик и Томбредл. Основа-основ сейчас у Вавилонов, что как раз-таки по у дупла? А, у дупла у нас играет Макс Холлоуэй, Экстрим, Водзидов, Богдан Укр, Персон и Холли Мэн. Кстати, Холли Мэн воспарились, а не на смоке, что, по-моему, вот это, по-моему, точно не очень грамотное решение от Вудсов. Все-таки Холли очень хороший смоколот, и я бы не стал, ну, отбирать у него эту пушку. Я тоже, чтобы соглашусь, очень важный матч как раз-таки для дупла, им нельзя проигрывать, а соперник как раз-таки еще более-менее такой, ну, проверка на прочность у дупла, и поэтому поверим мы сейчас в Экстрим, и уже Богдан Укар-то собирает двойные коробки с разлом, а у дефита Вавилона только один Готик респится, посмотри. Ну, там есть еще и Дирикт Хит, который велико наджал город у соперника, правда, сейчас он, ну, дашку свою потратил, по сути, впустую, и, ну, если не будет речь по Богдану Укару, это будет ОС, а есть еще аптека на Кимпе, надо срочно-срочно встретить по Вавилону Богдана, и, ну, великолепно играет корпусом КВП, и да, это не будет ухода. Да, Дирикт Хит должен тут разбирать Макса Холлауэй, пока что по нулям, Экстрим уже надо АДД выдвигается на фабрику, будет контроль как раз-таки, респы Вавилона получают одну, и ему команда уже саппортит, он Редла сливает, тут есть Ермола, ну, тут проблема будет у Вавилонов Экстрим, хоть и 30 секунд поживет, но это будет проблема как раз-таки для Вавиков, чего Форс как раз-таки какая-то ошибка от него сейчас лежит в минусе, парень. Ну, проблемы что-то я вот не наблюдаю, опять-таки, это очень хорошая игра корпусом от ГГВП, и Богдан без нетры, ну, он жирный, но воздух не будет, скорее всего, так что никаких проблем у Вавилона пока нету на данной стадии. Уже Ермола как раз-таки готовится брать свои двойные перед Востоном, Холлимен поклотил флаг, но его быстро слили, атаки от Дупла не будет. Посмотрим, с чем ответит Вавилон, и пока что прошло 2 минуты, и один Богдан Укрович отметился одним заходом на коробках, и пока что все безуспешно. Ну, Ермоле надо делитаться, но нет, почему-то он решает забрать просто фулл с моста в будущем битве, не знаю, насколько это грамотное решение. Еще и Персон, смотри, выдал ему как раз-таки с ДД, Ермол остается на 3 рельсов. Ну, Ермоле надо было делитаться, ну ладно. Ну, Ермоле, да, ты прав, у него здесь мало шансов на атаку, как раз-таки сейчас Макс Холловей троллит деревню, но тут 4 игрока Вавилонов, поэтому все безуспешно. Один Вудидов, как раз-таки, у дупла в дефе, и опять же безуспешные атаки от того и другого коллектива пока что на данный момент. Но Персон, нет, не забирает он все-таки эту Дашку, будет ее контролировать ГГВП, но Дашка ГГВП в дефе, скорее всего, ухода пока что точно не будет. Хотя Богдан-то, Богдан, сейчас будет у двойных, и, скорее всего, по-моему, сейчас будет аптека на кемпе, поэтому есть предпосылки к Олзу. Макс Холловей оставался в деревне, он подхватывал флаг стылов, его не заметили, но сейчас-то он... Его слили, его даты прав, Богдан Угар уже на двойных коробках получает 2 рельсы, остается он, по-моему, на 6 рельс, если я не ошибаюсь. И будут сейчас фокусить Вавилоны, а... Помощь, помощь нужна, рельсы одна в деф, по Дириг-хиту это будет уход. Но Богдан промахивается, к сожалению. Не промахивается, ему тут Дириг-хит все-таки сбил. Это не такая же простая задача в Лайте сбить Хантеру, равновесие пока что. Ну, я как и сказал, нету заходов от Вавиков, есть микро-момент как раз-таки от Дупла, но так вечно продолжаться не может. Это сильная сторона, если верить всем киберспортсменам. А пока что не вижу я атак от Вавилона. Ну, есть Уз Экстрим на двойном дропе, забирает он аптеку, будет он троллить сейчас фабрику или деревню, тут же зависит от него. И да, да, и Богдан Даштин, он сейчас будет брать Нитру на холме, и это, скорее всего, будет уход. Ну, у него нет Нитры, а Нитра здесь очень важна. А, есть Нитра, тогда уже другой разговор. Как раз-таки Богдан Укр должен подхватывать, Ермолу сливают, и он будет на пять рельс уже, на четыре, на три. Готик работает по нему. Аптека, аптека, он может успеть. Отлично, успевает Холимейн. Ну, хорошо, хотя бы так. ГГВП промахивается, и сейчас Холимейн имеет достаточно хороший шанс на Угослов. Зачем? Он великолепный рельс, конечно, на ДВП, тут с ним нечего сказать. Но, по-моему, это все-таки большая ошибка Холимейна. Надо было ему чуть-чуть. Я тоже в это верю, еще КГВП аптеку забрал. Но Ермолу-то фуловый будет, смотри. Тут Богдан Укр отвечает на двойных коробках, но, да, тут Ермолу на двойных, Вуди забирает ту самую аптеку. Надо ему убить Маку. Но, к сожалению, торопится Ермолу. Сейчас он может просто переждать, да-да-да, дает Смакейн, скорее всего, будет уход. Уход на Редл, Макс Холловой выдает дамаг, остается Ермолу на три эльс, у него спадает дашка. Правильно ли это было решение? А он уходит? У него есть экстрим, как раз-таки нет еще Холли Мэнда, но тут возврат, опять же. Но это первая атака от Вавиков, наконец-то, но это пока что соло атака. А Сфорс зашел с тылов, ты посмотри, он дергает. Он будет дергать на подмост? Наверное. Ну, да, все хорошо он успел сбросить флаг. Макс Холловой его слил, это все-таки трудно. Поперс он какой-то дашный, и это будет уход, если не будет фокуса по Пёрсу, первая, вторая, все. Ну, тут нужно ребятам, вот Холли Мэну, Экстриму, от Фокси, как раз-таки ГВП, одну рельсу хотя бы выдать? Да. Нет. У него все-таки Форс успевает и своего, и чужого слить, но это... Холли Мэн, конечно, из в тылах, он прыгает, о нем никто не знает, если подкрепить у него Персон, Богдан, и это будет вот здесь, сейчас, или это будет 100%? Богдан подкрепить и Дашка из города. Надо сейчас довести Холли Мэну до Уского, довозит он до Уского, да, это будет уход, это будет уход. В ответ только есть Форс на ДД, он уже остается на три рельса, Экстрим по нему работает, остается уже Форс на одну, да, и Вудедово отрабатывать по нему, да, но там еще Том Реддл, надо две рельсы где-то срочно. Не, Ермола на двойных еще. Ермола, там Том Реддл у тебя в минусе, ну ладно, хорошо. Если Холли Мэн вернет, то будет тушить по Ермолу. Господи, Ермола. Ермоле надо было ехать то ли в одну, то ли в другую сторону, ну, к сожалению, для Вавилонов, а Вудсов-то нет. Ермол оказался, смотри, Ермол оказался в такой ситуации, он как будто я летал, в меня стреляли, вот тут то же самое. Ну, тут да. Ну, Персон забирает ДД, убивает в смоку. Он может сейчас, кстати, убивать ГГВП и забирать Дашку. Хотя, да, по нему промахиваются. Уй, Тирехит, что за ошибка? Ну, есть Ермола опять на фуле, опять на фуле, по мосту. Будет ли фокус от дупла? Пока что он получил только дверельца. Пока некому, кроме Макса Холлоуэя, который сбивает, Ермол отлично. Еще аптеку забирает, но тут Ермолу не повезло. Вот хорошая игра последнего дефера, правда, он промахивается, но тем не менее. Ермол решил уйти, видимо, на карман, или просто, не знаю, зачем он так делает. Кстати, Ауэ, я сейчас только сейчас заметил, они играют по тактике пингвинов, в одного, викинга, но в одного среднего, в один средний корпус они играют. Макс Холлоуэй имеет 35% резист на Хорнете, и пока что это работает, 1-0, 3 минуты по конца. То, вмешательное, он вроде как в основном стоит в дефе, это был одновременный последний дефер. Не знаю, насколько это оправдано, но раз они пока ведут, значит, тактика работает. Хотя, пингвины, конечно, реализовать ее не смогли. Это правда. Вспоминаемый матч против Этернити. Есть у нас по профитам Рэддл, но не знаю, зачем он спрыгнул, он мог дали в твы, в принципе, проходить к противнику, но да ладно. Ну, Дирихит, конечно, тут наведет шорох в городе, тут как раз таки, ГГУП тут целый, если его не отфокусить, выдает он рельсу Макс Холлоуэ, Макс Холлоуэй заберет Дашку, но ГГУП это остается в городе, неплохая вера, но не попал. Личпиш Тетройт Макса Холлоуэ, то есть, тот уже Дашка никуда ничего не увезет. То есть, Вавилон очень хорошо живет город, я вот заметил, прям реально приезжает или Дирихит, или ГГУП, и периодически либо забирают дроп, либо вынуждают забирать его легкие корпуса, которые особо здесь у вас. Ну, а вот я что вижу от Вавилонов, это единственный, как раз таки, Ермола на двойных, на фуле точнее, и один Форс, который постоянно на ДАДД, либо на ДАДД, но не хватает у него все-таки подкрепа. Они заходят в разное время. А Форс, это он и прошел, посмотри, нет, его видит Холли Мэн, и скорее всего, прошла Эмпайль. Смотри, его заметили, ну вот опять Ермола, смотри, он будет один. Вот, по нему еще наносят дамаг, до того, как он весь свой дроп заберет. А у него еще нет подкрепа. Вот это уже четвертая атака, по-моему, от Ермола, и она безуспешная. еще-то Вавилона не стремятся поддерживать своего капитана, выходит, он даже вынужден давать рельсу назад, чтобы помочь ему в дефе. Фулово, Мэнхолова еще на фабрике. ГВП двойное, с разлома, сейчас должен троллить город, или заходить с кармана. Также будет троллить Макс, Уэллова, и о нем позабыли. Смотри, сейчас он будет забирать аптеку. Великолепный контроль дропа от Максу. Прома, к сожалению, но тем не менее, дроп-то он забрал. Это в данном случае важнее. Ой, Якстрим сбивает к ГВП, и сейчас не дает уходить к ГВП. Ну, добьет, да? И она пролетает. Даже смока пролетела. Ермола опять по мосту, сливается, но тут как-то в этом раунде Вавики сдались. Неужели я исполню обещания, которые дал недавно? Да. Ну, я верю в Ермолу и в его ребят, потому что, ну, это же Вавилон. Ну, много ли он сделает один? К нему, вот он заходит, а ну, где помощь от команды? Ни одной рельс не полетает в ДФ, чтобы там хотя бы смоку убить, но его разбирают. Это какие-то странные, несистемные заходы. Ну, смотри, из-за чего произошел у ВОЗ как раз-таки дупла? Ты вспомнишь? Они отдали фабрику. И увез. И его встретил, да. А его встретил Богдан Укр на коробках с города. То есть, прекрасный тайминг они выждали, Холли Мэн отвез на узкий, Богдан его встретил, и эта доставка была 1-0. 30 секунд остается, Богдан еще близок ко второй доставке, Ермола все-таки на двойных, и он не успеет, а вот возможно дупло-то успеет, но и нет, Готик сбивает. Но тут у вас от Ермола никакого не будет, слишком много игроков-утсов. Именно, опять-таки, ну, вот с ней был Форс, Форс умер, все, помощь закончилась. Если ты помнишь, смотри, когда играли Пингвины и Вавилоны, по-моему, в шестом туре, я тогда смотрел трансляцию, и за 20 секунд Ермола на Данитре успел от штока до штока доставить флаг. Успел на Викинге. Вот тогда, я верил, что все ничья, он за 20 секунд подхватил флаг, он его доставил, по-моему, за 2. 18 секунд он потребовал, чтобы доставить этот флаг. Тогда, я думаю, Пингвины вообще ему ударили между ног очень сильно. Ну, этот, по-моему, говорит о том, что в Пингвинов проблемы не ки с фокусом, потому что достаточно сбить, в принципе, траекторию, и, ну, не три никак не хватит типа туда и обратно съездить. Поэтому, тут ошибка Пингвина, в общем, заслуга Ермола. Хотя, конечно, игрок, вот в этом раунде он показал хороший контроль дропа, хотя, ну, по сути, не разумеется. Хотя попытки были хорошие, но помощи команды что-то я не наблюдал. Ну, здесь прекрасно работал дуэт как раз-таки. Смотри, что я вижу? И нас выдвигается Холлимен на фабрику, у нас выдвигается персон на разлом, Макс Холлвей-35-ки дефит вместе с Вудидовым и экстримом. То есть, получается, они формально оставляют Богдана одного в городе и его хватает? Судя по расстановке было. Ну, там не то, чтобы его хватает, по сути, он не увез, он встретил просто. Он больше после этого ни разу не увез. Как ты сказал, город отжимался лишь один дирихит. И то, его сливали, когда респились уже игроки дупла. Да, но, при том, что этого хватало. Еще раз повторюсь, что увез-то, по сути, Холлимен, увез не Богдан. Увез Холлимен, который сошел слив. Ну, это уже как раз-таки ошибка атакеров, как я всегда говорил, я думаю, в Северсах. Это уже давнишняя проблема про тылы, как раз-таки на Кунгурии. Но здесь то же самое, никто не контролит фабрику. И опять эти заходы по тылам, как называется, с леса на той нитре, которая лежит как раз-таки сейчас. По мне, так просто Вавилонам не хватило игры во сполз. Потому что, ну, вот, увидел я один раз Форса, который зашел с тулу в хорошо, но больше, вот просто, по-моему, даже они флаг не пощупали. Что-то, вот, видимо, либо такой хороший деф у мутцев, либо, ну, расслабились Вавилоны. Ну, помнишь, еще ошибка была от Ермола, когда, помнишь, когда была ошибка от Ермолы, когда он ни сюда, ни сюда не поехал. он должен был ехать, либо в одну, либо в другую сторону. Реддл-то ему доставил флаг. то же самое ситуация, как и с Богданом, только Богдан реализовал свой корпус и свой дроп, а Ермола, ну, как я тебе и говорил. Да, он стрелял, типа, по нему не попадали. Ну, по нему попадали, наоборот. 10 секунд дэлитов, пока что не вижу я изменений в том или ином другом коллективе. В сетапах. В сетапах, я хочу узнать, Макс Хлоуи будет играть на Хантере или нет. Богдан Укар, Хулиман. Нет, опять же, в одного Хантера играют. Довольно рискованно, слушай, учитывая, что 4 ДАшки, по сути, из 7, под большим контролем синих. Что я тебе скажу, что с таким же, смотри, с таким же сетапом играли Этернити. Только они играли вместо Харька Трицки. не только за красную играли. За синюю. За синюю, а сейчас, да. Я об этом говорю. Видимо, сетап работает. Но сейчас мы это проверим, Форс уже заходит, у него позднее лица, чем у Форса. Вудидов должен его добивать, или хотя бы просить подкрепу от своих тиммейтов. Но он добивает Форс, и сейчас в дефе все хорошо. И смотри, Богдан, она так как разносит, остается на две рельсы. Ермола ему сбивает рельсу. Да. Захода с моста уже здесь не будет. А может быть заход с города от Вавилонов. У них есть ДАшка, правда, я вот внутри что-то не чувствую на карте. Нет, никакого здесь захода не будет. Два игрока от Дупла были в городе. Экстрим еще с разлома накидывает ГГВП, и опять атаки от Вавилонов нет. Готик уже наконец-то, наконец-то он продвигается на фабрику. Это то, что не хватало Вавилонам, это как раз таки отжимы респов от смоки. Он хорошо все-таки сбивал в дефе, но этого не хватало. Ух, еще и Персонал в минус переворачивает, отличная игра от Готика. И тут Богдана Украсть, он разберет на ДАДД, будет шикарно. Надо, да, ему дамажить Богдана. А если он этого не сделает, значит у Богдана будет фул, и он зайдет с бровки. А ну Богдан промахивает, скажи, вернее ему... Промахивается или Готик? Отличная игра, от Готика. А если сейчас аптеку заберет Богдан, то это будет провал. Богдан заберет аптеку, да. Да, но... Еще сливает Готик. Все у него... А нет, у него есть ДАЖка шифера, но опять-таки не три нету, а Хантер... А тем временем-то Ермола уходит, смотри. Ермола уходит, спадает у него ДАЖка, у него есть одна нитра Готика, его встречают, он должен запортить. Нужно сейчас две рельсы, две рельсы, а еще лучше четыре. Готик неправильно поставляет возврат. Должен сбивать Готик Персона. Не сбивает. Скорее, Персон вернет. Отличный играт Персона. Ну, тут уже ошибка, мне кажется, Богдан зашел на тропе, мы забыли про Богдана, который все это время стоял на шифере, и уходит. Он уйдет. Там еще Хулиманы, они три, Reddl всех слили. А убивать его некому, убивать его некому, сейчас надо ему сбрасывать, подходим, и будет это уход, нет под мост, ребят, решим, получат он одно, Готик, Дирихит не попадает, он прострел, ему он уже в деревне, сейчас будут респы. Это будет доставка, тут некому убить Хулимана, некому вернуть. Потрясающая игра на контратаке, просто потрясающе. Мне пора фотографию готовить. Будем же надеяться, что Вавилоны отыграются, пока что топ-1 этого Мастера Фзэсворда пока что смотрится блекло. И Ермола там уходит. Ермола уходит. Но тут Форс, и он на двери... А убивать его некому должна... Должен Богдан замечать, нет, не замечает. Нужно одна рельса, одна рельса по Форсу, и прилетает от Музыдова отлично. Реддал еще... О, смотри, Богдан-то зашел. Богдан заходит, и сейчас будем водить, убивать его снова некому. Где смакай респицы? Смакай респицы далеко. Будет это уход на мост, да, и будет, скорее всего, встреча. Хорош, Богдан, с вертушки сливает Готика, и сейчас подхватывать будут Хулимэн, когда наслили. Отлично, главное не прыгать. Мост бы сейчас, главное отстрелять. Смотри, сейчас будет выдвигаться Реддл. Глупые, не видят Нитру. К сожалению, могла это быть перспективная атака. У него есть еще вторая Нитра. Ну, просмотри, он, наверное, надеялся, что надо срочно ехать на перехват, и поэтому он забыл про свою Нитру. Ну, тут, скорее всего, даже если Нитру зашел, вряд ли это был бы уход. Тут просто все вудцы зарез пились и сказали, типа, нет, братан, никуда ты сегодня не уедешь. А Форс по тылам, а его, скорее всего, не видели, судя по тому, что Хулимэн просто не проехал. Ну, он, конечно, на одну рельсу, но если он выждет тайминг, и вот, да, сейчас как раз-таки все вудцы едут отжимать город, он может уходить. Никого, никого нету на базе Синь, но Форс выжидает. Я пока Макс Холлой троллит город. Кстати, хорошо троллит, убивать тоже некому. Сейчас надо убивать Вуди Дова и ГГУП может увозить на аптеку, на которой на Кимпед. Нужен фокус сейчас, две рельсы, две рельсы. Экстрим еще респится, Богдан будет выдавать, должен выдавать стопроцентную рельсу. Отличная банка ГГУПа. Отличная хулимэн. Или кто попал, Вуди. Ну, пока что блекло. Ну, да, что-то вот вавилоны какие-то у них. Вот сейчас была хорошая атака, но пока это единственная хорошая атака за, наверное, два раунда. Экстрим троллит город, Богдан, Макс Холлова. Вот Макс Холлова опять на коробках. Он опять на коробках и за счет его быстрого корпуса он успевает троллить город. Успевает. Это не Хантер. Он заберет и сейчас заберет и сейчас заберет Может быть, мы в Сильверсах такой будем использовать. Поживем, как говорится, увидим. Вряд ли. И Форс снова никто не видит. Форс снова ствол заходит и Холли Мэн будет тоже двойной карманом, но о Холли Мэн есть инфа. Он выстрелил? Да, он стрелил по экстриму, не знаю зачем. Зря, к сожалению, спалил свое местоположение, мог бы снова поддавить тайминг и снова попытаться увести. Пять минут остается Холли Мэн на ДА не требуют заходить против него Модест убивают. Ирес поделит хита добрый в спину. Не дает возу свершиться. Ну, Богдан здесь без дроп подвергся ему надо. Одна пролетает, вторая пролетает. Держит свой деф в Вавилоне. Про атаку бы не забывать, конечно. Опять Макс Холловей на ДД. Выдают ему рельсу, он сейчас будет забирать свои коробки на разлом. А может и не будет. Может быть Модест и Форс сейчас как его фокусят. Так, уже точно не Модест и забирают коробки. Микстрим ошибся. Возле него рельс после целых Хантера, он отправился помогать на разлом, хотя помощь вообще не требовалось. Не разберег конференции, ГГУП сейчас заходят на три рельса. Но это, конечно, не страшно, это Хантер без дропа. Но все-таки фокус хотя бы нужен. Ну да, надо еще одну рельсу, если не ошибаюсь. А Ермола то двойной. Правда, хотя, был ли оправдан на матерейс по смоке? Хотя вряд ли Монка же здесь уходил. Что я вижу? Ермола играет слева, вот под позиционки. ГГУП и Форс справа. Ну правда, как он умудряется в тыл еще? Ну ГГУП, да. А нет, ГГУП играет вроде по всей карте, нет? Нет, ГГУП я слева ни разу не видел. Ну ладно. Вот Форс я вижу то слева, то справа. Ермола постоянно слева. Постоянно слева. промахивается Хулимен, его убивает, это будет уход. Редл 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 Редла Нет, аптеку он не будет ждать. Это будет глупо. Отлично Хулимен промахивается, там Редл и уходит Хулимен. Что творит этот парень? ГГУП с атакой даже приходишь. Чудо. Свои знаешь уже такое восполнение. Знаешь, когда ребята из атаки ой, подхват-то будет? Богдан-то подхватил, он целый на 4 рельсы будет подхватывать и некому стрелять как раз таки из Вавилонов и это будет уже наверное 2-0 и плачу я уже скорее всего, потому что Форс Ну пока еще не будет. А, нет, он Дашный? На 4 рельсы нету фокуса, нету просто чистка физически игроков отфокусить. Еще Дирихит в минусе. Как-то вот, ну, по сути, увоз был, потому что Дирихит ДДшный промазал по Хулимену. Надо вот что-то вот собраться Дирихиту и показать нам уровень достойный ветерана в последнем дефе. Мне интересно, почему, ну, наверное, у Готика какие-то чинистские проблемы, потому что раз зашел Машина. А, Готик-то, они уже могут поставить. Ну, может быть, Дирихит все-таки играет посильнее Готика, по мнению Капитана Ульмон, поэтому играет все-таки Дирихит. ГРВП сбивают и сейчас твой игроков. Ну, типа, сбивают и ладно. Второй раз. Ну, Хангер у него нету атаки. Смотри, у него нету помощи. Огей, не то, что помощи. Он не попадает ребятам, которые его троллят. Ты еще в минус лег. Кобидно. Ну, если бы была хотя бы одна лица, которая убила бы корпус, типа, и, ну, Дихантер задача не попадать. Типа задача в него увозить. А как он может увозить, когда там его трое корпусов ему постоянно сбивают траекторию и он бы хочет так далее. Экстрима, то ничего не будет. не будет это ничего. Там Персон был, если что, подсеял бы своего смоковода. Макс Холлоу двойной, с бровки. Он 35-й, поэтому уже пол-хп у него остается. Дирьхит, надо не торопиться, но у нее все отлично, сбивают Максу Холлоу. На опыте чисто играет парень. Знаешь, мне нравится, как играет экстрим. Хоть он послабее, чем Хулимэн на смоке, но он свое отыгрывает. Он позиционку хорошо держит. То есть, он всегда оказывается вот в этой, типа, деревне, и все, и стоит дефит. Что еще? Держит позиционку, сбивает вас по водам в упор. Все, что нужно для команды сейчас. Вот Пекерс, когда все-таки промахи от Дирьхита решают. И опять Хулимэн, кстати, увез, если что, на него уже два увоза на его счету. Как ты и сказал, свои 15, он пока что делает результат. Не, Хулимэн реально потрясно играет в этом матче. Да не то, что в матче, даже в этом Мотсе. Вспомни его игру против Медвинов. И формы находятся. Чего не сказать, видимо, увело. Ермола просто встал, он понял, что уже никакого воза это не будет. Такой, с Респа, может еще раз попробую. Вот чего не хватает вабиком? Чего не хватает? Ну, помощи в атаке, я уже говорил, это ну заходит вот один Хантер, его трое корпусов вутцев просто дефают. Вообще нет, не то, что не дефают его, уже в городе встречают. Уже в городе стоят вот два насекомых. Макс Холл регулярно там стоит просто и ну и выдает Сверис. Я говорю, два насекомых стоят. Вот смотри, сейчас я не втроем в городе. Дефера нет. Дефера нет, но не втроем в городе. Все, все, вутца заняли город. Ермола просто стоит, может быть, технические какие-то неполадки данного игрока, но чем не менее. Ермола технически неполадки? Ну, он просто стоит и не стреляет, я же не в первый раз это вижу. Просто стоит на месте, не знаю зачем. Вероятно понял, что раунд этот уже не выиграть. У вас мы увидим в следующем. Какая тут сильная, как ты и сказал, как ты и сказал, по-моему, 4-7 Даша как раз таки принадлежат за синюю сторону. Это твое слово. Красные намного больше увозят, причем, при игре любых коллективов от красных вообще в теории должно быть намного больше попыток уйти флаг. За синюю проще играть дефером. Это понятно, потому что там просто много стенок, за красную сложнее отдефить, но за красную проще увозить. Потому что есть и аптека на уход на кемпе, если ее грамотно расконтролить. Ну и как ты и сказал, еще эти заходы с тыловка, которые были в кулеменах. Да, эти тыловые заходы бесячие абсолютно, которые, ну, даже если ты команда топ-1 уровня, ну, очень просто пропустить васпика в тылах. Ну, очень просто. После выхода чекера, конечно же, у которого у всех кусты стали прогружаться на карте. Да, и пофиксили наши добрые судьи такой баг. Ну, ладно, давай все-таки конкретно к матчу. Посмотрим. Рей заходит, кстати, на карту, и если он зайдет вместо Дирихита, это будет оправдано. Хит пока что не доигрывает. Бывший игрок Скорпиенс пока что не доигрывает. Видимо, 2000 звезд набит и, по-моему, за два дня не сам будешь показать. Как мне говорили, то, что Дирихит просто не играет в танки, поэтому не играет в танки, поэтому так плохо играет. Но я увидел на нем рельсу Легаси, поэтому он-то играет много. Другой вопрос, какого уровня игр, которые он играет. Если это матчмейкинг, то результат очевиден после таких игр. Похоже, вы можете наблюдать, типа, посмотрев матч Сидверс против Этернтин и Кунгуре, вот, и от меня 1000 звезд она сделала свое дело. На тебе хоть набивание, набивание. Ну, ладно. Было обидно. Я шучу. Посмотрим. Сейчас, если они опять сыграют с таким же Хорнетом вместе, как у них пара-то была Макс, Холлэй, Удедов. Тема работает с Хорнетом. Ну, смотри, я как тебе говорю, у них один игрок, это КГВП в городе вместе с Форсом, который катается то слева, то справа. Вот у Макса Холлэй чисто по скорости. Он успевает заехать, успевает там, как насекомое, покусать, как комар. Все. Это единственное, что сейчас требуется. Он берет дроп. Там не комар уже. Бывают такие там, так ребята троллят город, что уже как будто полпопы откусили тебя. Дарит проходит у нас. И есть, кстати, дроп у нас сразу со старта, но не тыр нету, под мост, поэтому вряд ли замечать все. Я замечаю, что Модос остается на смоке и Дирихит остается на карте. Как? Понятно. Может быть, раунды, типа, что же. Надеюсь, Рэй помог разбить дроп сейчас. Да. Внес свою лепту, так сказать, в результат. Да. Как когда-то в Аленах. Да. Ну смотри, Ермола уже собирает фул. А у Ермола это, он надел Хантер, это видимо, чтобы ему не сбивали. Вот именно. Ещё ГГЛОПы на дашке. Это может быть уход такой. А ты посмотри, еще Дирихиту нужно выдвигаться, не стоит, пожалуйста, на одном месте. Модос должен продвигаться как раз-таки в город. Ермола рельса, как обычно. Ермола будет. Да, надо все-таки. То он понял, видимо, что ухода не будет и такой, ну, куда-нибудь увезу. Дирихит выдает по Богдану. Потом ему надо было выдвигаться. Там падала Дашка. Там падала Дашка, он стоял на одном месте. Да, ему до стоял на одном месте. Они просто получают, смотри, оба смотрели разлом против кого? Там было пусто. Как тебе сказал? Я просто так же примерно играю. Как я тебе и сказала ООЕ, в городе один Богдан. С города играет один ОГГВП. Сейчас зашел-то на двойных. Маш, скулы придет забирать дроп. Будем собирать город. Вот это уже поползновение. Нормально. Они через на город. Чисто с деревни в город парни переехали. Мне еще не нравится, как в дедов играет так нагло с ДДшкин. Получает закономерный рельс от Дирихита. Не стоит ему так. И продолжает стоять у него под трелом. Зачем ты это делаешь? Отъедь. Ермола заберет Дашку? Он забрал Дашку. Против него только два легких корпуса. Форс помогает одной рельсой. Ермола сливает. Есть помощь. Может быть будет уход. Ермола не стоит на месте, а все-таки ехать. Разберут. Промахиваются. Он попадает, но по Максу Холу. Такая это приоритетная цель, конечно, вопрос. Ну ладно. ГГВП на дропе без дропа. Снова зашли Дирихиты можности вот троить. Вот, наконец-то. Я, как тебе сказал, один Богдан всего лишь в городе. Ну сейчас Персон респанулся, но он играет сейчас не по позиции. Там надо наверняка... Ладно, Персон есть Персон подстраховываться у этих. Я удивлен, почему Тум Рэду вообще не заходит с того. Хуловой забрал ДД у Ермола. Извините, я перебиваю. Сейчас еще выдает сквозную ДДшную рельсу. Атаки не будет сейчас у Ермола. Ну почему? Аптеку, пожалуйста, забери. И у него есть аптека. И у него еще смока. Там Рэду попадает раз. Если сейчас убивают ДДефер, Ермола может уходить. Хотя Флакер еще не на месте. Еще пять секунд не будет смоки на карте. Будедова не сливает он. Экстрим Не надо Марсу Холла возвращать, конечно, ситуацию. Но благо, что у вас вряд ли все равно будет. Богдан. У Богдан есть аптека на уход, но он почему-то за ними нет. Забирать аптеку и пробовать что-то делать. А ты поглядив, смотри, сейчас на злом. Модос на ДАЖКИ, ГВП на ДАЖКИ. Да, сквозную они, правда, выдают Макс Холлу. Ну, ничего страшного. Много дропа сейчас в городе. Богдан Укр все-таки не рискует зайти в город и у них благополучно забирает дроп. Наконец-то, Вавики, наконец-то, еще раз скажу, наконец-то, жмут город. Типа начинают играть. Правда, атакуют они почему-то не справа, пока что девиз Вавиков, атакуй, не атакуй, все равно получишь пока что смоку в дефе. получишь деф, так сказать. Хороший от Лутсов. Будет дофу, нету, с него все-таки спадает ДДшка, не успевает он в Ермоле нанести двойной урон, ну, двойной дамаг, точнее. Ермола, опять, как я тебе сказал, на ДАНИ-3, он же остается на Дерильце. Смокли бы выдать, чтобы оставить ее на одну до следующей атаки, но он с ГУП стреляется. Да, примет верное решение. Четверо в деревне. Зачем? Правда, непонятно. Когда в Вавилоне говорили то, что можно, в принципе, эту игру закончить три раунда, я не это имею в виду. Меня прям радуются особенности вот Макс Холлоу и Холли Мэн. Они просто, ну, великолепно показывают игру на легких корпусах. Они забирают дропу противника, причем, даже не то, чтобы свой, противника. Если не тру, заберут еще, нет. Ермола, пожалуйста, выдвигайся сейчас по мосту. Ермола, нет, Кроме Ву Дедова, одну рейсу. А где кэкстрим? Экстрим где? Экстрим где? Экстрим где? В городе. В городе, в городе, в городе, можно уходить. Оникс. Оникс не сошел на карту. Видимо, проблем может быть технически у кого-то. У кого? У нашего 15-летнего с поводу? Да. Доходим, почему-то вылетит странно. Ну да ладно. Оникс, может быть, сейчас покажет нам класс еще более высокий, чем Холли. Посмотрим. КГУПа будет опять с разлома. По-моему, сейчас должен быть Дашку, Богдана. Нет, Ермоли оставляют. Смотри, сейчас Вуци, пол Вуци, извиняюсь, Дупло ХР, сейчас занимают полностью как раз таки фабрику, но город, они отжимают. Какой пойму, не стой, пожалуйста, все, забираешь Дашку и заходи на флаг. У тебя есть только один будет ТОВ. Надеюсь на это. Ермола поможет. Ермола поможет. Надеюсь, Соспокой тоже поможет. Прямо прям, даже корпусом блочит, чтобы поместить. Да, все правильно. Ермола отлично. А тем временем, Макс Холл и стулу зашел в метро, и у него только Дирехит, развернитесь. Уважаемый, Дирехит, развенитесь. Дмитрий, выда... Нет, сдувать. Успевает мог. Отличный парень. Будет подхода Тониксон, но вряд ли. Вернул, вернул Мода сейчас, и сейчас экстрим, только начали надежда на фабрику. Надо одну рельсу, некому ее дать, и это будет уход. Сейчас надо бурсом же это делать. Редал еще не заметил ДДшку на штоке, но сейчас 4 игрока от дупла заходят на флагшток синяя команда. И убивать их пока некому. Только сейчас сейчас игроки. Персен есть аптека, кстати, но почему-то не убирает эту траекторию хода. Все равно это будет ход отлично играть экстрим. Вот этот парень там, где надо оказывать. Редал! Ой, нет, Редал все-таки. Богдан двойной и Форста на одну. Богдан надо. Ну, там, чтобы директит это все равно это хор на 2 рельсы. Там его разобрать особо не надо. Ермола дает сказанную рельсу. А максимум? Нет, Ермола врезался, и все. Одну рельс по Дирекхиту, промахивается Макс Холлой. Ну, да ладно. Ну, ничего страшного. Ты обрати внимание на мост сейчас и на коробке, которая сейчас в ГГВП. А глупой туда фулловый. Смаководы ему надо сейчас убивать, не торопиться просто. Ну, вот он забрал ТДД, типа у противника, ну а толку-то с ним? Ну, просто экстрим ему не дает ничего делать. Даже не подогнал. Вот так он может просто поехать, спуститься вниз, убить экстрима, типа нежели заниматься вот сбором коробок. Ну, хотя он-то не шел в тылах. Да, и в итоге кстрим его разбирает. Ну, он забрал дроп, типа, ну, не реализовал. Макс Холлой сейчас стоит на ДА-Нитре с флагом. На ДА-Нитре. Кирмолу двойной, а там Макс Холлой, а ДА-Нитре, то возврата точно не будет. Они в шестером сейчас, смотревшись сером в городе, в шестером. Да, не зажимаются. Плохой знак. Надо разжиматься всегда в таких ситуациях. И отжиматься. Мода все столько на ДД, нужно хотя бы одну ДД, что смогу выдавать. А его видит Макс Холлой и правда промахивается. Тем не менее, инфа в нем была. И он одну рельсу. Некому помочь. В смысле? Выдаёт. А модульс? Модульсу, да. Нет, смотри, выдаёт одну ДД, что смогу, и Макс Холлой это остается на две. Если Редл заберет и Багдана Дашку. Макс Холлой на простреле у него стоит. Но нет, все видит Ермолу, и все вудсы стягиваются и заклевываются в Ермолу. Да, как-то... Прямо это то слово сказал. Макс Холлой на одну рельсу. Ермола на прострелы. Он вернёт? Он вернёт. Он вернёт. Если экстрим не развернётся, одну смогу не успевать. Модест сейчас. Это соло от Модеста, честно. Вот ты видел, он сбил одну рельсу. Ермола, конечно, попала, как красава, но это было соло от Модеста. Ну, потому что это 1-0 и у Ермола появится шанс. Остаётся шансовый у Елона на ничью. Ну, больше ничей это уже 100% не будет, но за ничью тоже надо побороться. Да, это будет выгодно как раз таки, если честно, и Дуплу, и кому ещё, и Вавиком, и Сильвером. Ладно. Ну, Сильвер... Сильвером не выгодно, чтобы вы набирали очки, ребята. Да, поэтому по одному уже найдёшься. А Ермолу-то фуловый. А он уйдёт. Он уйдёт. Потому что... Если он заметит экстрима. Вертушка. О, отличный вертушка. Хайлайтик. Вот это хайлайт ещё. Да, говорили, Ермола не заслуженный игрок. Его никто не видит. Как говорил кто-то там незаслуженный лучший игрок матча. А вот... Как тебе такое? А вот что выдаёт. А Оликс по-прежнему продолжает увозить стволов. Адориус в Дерихиту и снова прессящая контроляция. Он доставит. Он доставит. ГГБП не успел. Ну, он скидывает. чем ты делаешь а там реддл там реддл на 4 льса богдан и реддл на одну слишком много даже вывести слишком много надо выдать ну вот вот она контратака вудсов пожалуйста одежда на форс ноу форс да рельс нет рельс он выдает он не сливается до рельса никого нет не сбивает ухода не будет дд-шный вудидов должно чудо какое-то зайти в нитры нитры нигде нету то есть ухода не будет мы поздравляем вудсов с победой неожиданный лично для меня лично для меня тоже победит победят вавилон сто процентов лучше прям радует макс холл и холлимен экстрим отлично но если больше поздравляем поздравляем марсель с тебя фотка да можете заходить с группу это маленький такой первых группа вконтакте киберспорт танки онлайн там я отдал одно обещание которое оникс 1 на 10 поздравляем тоже ладно ну наверно всем спасибо кто был сегодня с нами обязательно заходите вдруг марсель чтобы заценить нечто шокирующее как он обещал я был уж это не смотрел всем спасибо кто был 86 человек кстати я вижу даже даже слога промокода 86 а это достаточно неплохо и достаточно неплохо получается говорняк уже пишет варик уважаемый макс который сейчас снимает что мы сейчас делаем мы прощаемся со зрителями ребят никуда не раз никуда не расходитесь пожалуйста все уважаемые зрители сейчас будут у нас наверно мини интервью снова возвращаемся и сейчас мы зададим пару вопросов капитану команды дупло хр персону уважаемый персон поздравляю тебя с победой спасибо марсель всем привет ребят на уе как ты новичок в данном все-таки виде комментирования может дать первый вопрос персону который ты желаешь первый вопрос который я хочу задать самый первый был ли это все ради живота марселя то есть вот послужил ли живот марсели который он пообещал на всем сфотографировать надписью я люблю вудс как бы катализатором для повышения морали команды и тем фактором который вот привел вас победе на безусловно нет персон тебе еще второй вопрос с каким настроением в этом матче подходили все-таки вы явно его были аутсайдерами в этом матче как я предсказал был кунгур но вас все-таки была маленькая дизмораль после дупла и как вы оправились после это выиграли сначала перцев и сейчас вы разнесли и грубо говоря вавилонов как как это у вас получилось как мораль между против пенкс не пенкс ну да и против пенкс еще кстати против этого кадет мы с хорошим настроением подошли никакой дизморали вообще не ну хорошо хорошо так и наверное еще пару вопросов тебе зададим мы долго тебя не будем мучить сейчас твоя команда по моему набирает 19 очков если не ошибаюсь и ты вплотную уже приблизился к двойке лидеров этого мод с к сильверсом и вавилоном как ты думаешь возможно ли что дупло хрэ будет в топ-1 после группового этапа ну не думаю что он это будет выгодно вам это будет выгодно не то чтобы нам будет выгодно но лучше бы все таки чтобы вавилон и чтобы сильверсы побеждали всех но мы это теперь на следующий матч как раз таки против дупла мы обязательно капитану команды сильверс передадим твои наставления поэтому чтобы потом писали договорники ну ладно это все таки сейчас мы шутим я думаю принципе у тебя есть еще что задать персону нет я просто выражаю свое восхищение потрясающие игра на контратаке правда интересно смотреть вот это сейчас троллинг на самом деле да ваш холи мэн стилов и макс холова его харнета кстати вот еще один вопрос это как вы додумались играть с разлома и в харнет с 35 я потому что я заметил в чем его преимущество но как в общем что у мода кстати был 211 что последнем раунде нет предпоследнем раунде по моему в общем посмотрели игры в эллона на черкань и ермоленко конечно обрадовал опять там убрал замечательную карту а кто форест убрал за вас ну я думаю это секрет это секрет хорошо ладно перстон спасибо тебе за такие вот слова после матча поэтому еще раз победы и мы будем с тобой прощаться как и с уважаемыми зрителями потому что я думаю игрок игрок вавилонов не хочет зайти на контакт ну ладно ничего страшного после поражения думаю не будем и тревожить как раз таки игроков ну и с вами был рикардо милос он же уе 720 и спайдермен он же марсель ребята если вам понравилась эта трансляция то возможно будет такое же еще от нас от нашего тандема ну и за картинку отвечал максим максе поэтому всем пока а у я может тоже попрощаться всем пока может быть скорых встреч в чате киберспорта а через неделю заканчивается вам